ХАРАКТЕР И ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ По мере того, как XX век подходил к концу, традиции и наследия России, касающиеся внутренней и международной миграции, несомненно, были бы квалифицированы как наименее свободные среди любой из стран Европы. Возможно, их можно было бы отнести к числу наименее свободных в любой стране. Теперь все это, так сказать, древняя история. С падением коммунизма население независимой России внезапно перестало быть эффективно закрепощенным. Вместо этого население России сразу же стало пользоваться целым рядом свобод в передвижении и путешествиях, которых оно никогда раньше не знало. Конечно, это не полная и разговорочная свобода. Каждый россиянин старше 14 лет по закону обязан иметь при себе официальные документы, удостоверяющие личность. Но сейчас эти документы сродни национальным удостоверениям личности, используемым в некоторых западноевропейских странах, включая Францию, а не как «внутренние паспорта». Свобода гражданина воспользоваться правовой гарантией Конституции, свобода передвижения и выбора места пребывания, Статья 27.1. Сегодня ставится под угрозу рядом реалий. Они варьируются от беспорядков, которые, как известно, охватили определенные районы, такие как Чечня, до сообщений о коррупции, которая якобы требует от некоторых потенциальных граждан России платить незаконные взятки чиновникам за то, что должно быть автоматической формальностью регистрации, когда они прибывают в новые места. Вы прослушали начальные строки данной статьи. Целиком эту статью читайте из текстового файла, ссылка на который дана в описании ролика. Также там найдете ссылки на всю книгу на русском и на ее оригинал на английском. Благодарю за внимание.